Здравствуйте, я Денис Курбатов, стоковый фотограф. На канале я делюсь с вами и фиксирую для себя придумки-задумки в таких фотодеятельностях, как стоки, услуги, проекты, лайфхаки. Немного лайфсторис и канал назвал SUP-L. Сегодня серия о нововведениях в отчислениях от Deposit Photos. И сегодня зима, прям зима. И стала быть серия о стоках. Обратимся к письму, которое прислал Deposit Photos. Уважаемые авторы, как международное общество, мы хотим соответствовать стандартам мирового рынка и адаптироваться к изменениям, которые в 2020 году произошли. Наверное, это изменение касается общеэкономического положения. И изменения, думаю, которые внедрили Shutterstock. Хоть они не являются пионерами в этом плане, но как не последовать. Так, там дальше пишется, что изменилась работа компании, безусловно. И предлагают перейти на страничку, в которой можно ознакомиться с новыми отчислениями. Сейчас перейдем на страничку, посмотрим. 2020 год был непростым, но все равно Deposit Photos помогает своим авторам расширять портфолио и поднимать продажи. И постоянно работают над увеличением клиентской базы. Несомненно, как же. Наша мечта, чтобы работы авторов было легко найти и они получали больший доход от потенциальных клиентов. Да, ну хорошо. И постоянно работают над расширением клиентской базы. Это несомненно. Переходим к посыланию. Вот у нас по ссылке идут условия, технические требования, уровни контрибьюторов, уровни наподобия, как это делает Фаталия, делала Фаталия и ДОП. Это не такой уровень, как на Шаттерстоке, который сейчас обнуляется. По всем участникам, по фотографам, векторщикам, видюшникам и аудиокомпозиторам. Так, посмотрим, что у нас по фотографии. Например, возьмем распространенный вариант второго уровня. Это будет означать 32% от продажи и минимальное по сабскрипшн плану это 27 центов. Так, посмотрим, а что по минимальной сейчас у нас было. По сабскрипшн плану в основном идет 31-36 цента. Если прикинуть, что это получается. Если возьмем 31 цент и здесь 27 предлагают, то это понижение Ройалти порядка 12%. Это не так заметно и много, как в отношении с Шаттером, когда было 0.38 и потом по 10. Это по сабскрипшн плану. Но все-таки понижение. И при том, кстати, вот эти 27 центов, они касаются всех контрибьюторов. Ага, странно. Они написали по аудио 36%, но минимальную выплату по аудио я не вижу. Может, письмо специализировано под фотографа. Один и тот же процент и для видео, жесть, и для фото. Но не очень, да? Ну, считаю, что это ожидаемо и предсказуемо было. Единственное, кто следующий будет. Естественно, поведение в бизнесе, понизить затраты всеми возможными способами. Подразмыслив, люди посчитали, что разумно понизить, в шаттер понизил, не умерли, работаем, так и здесь. Ожидаемо и предсказуемо, потому как все-таки контент стал более легко воспроизводимым, стала более доступная техника, внедрение технологий, ну и, конечно же, невероятное прибавление количества участников, чему способствуют и всякие эти локдауны и онлайн-работы. Стоит ли гневаться? Я считаю, что это вполне нормальный бизнес-подход. Пошаговое уменьшение выплат и неминуемое. Кто сталкивается с заказами по фотографии, знают, что средний ценовой диапазон и выше среднего стараются также пошагово увеличивать стоимость своих услуг каким-то образом, работая с величием своего бренда, раскручиваясь в соцсетях и стараться преподносить себя как можно более эксклюзивно и дороже, к чему и призывают на мастер-классах, на воркшопах, там продвинутые фотографы, то есть повышаете цены и в соцсетях там люди хвастаются, я там на 50% поднял стоимость там услуг, ну, на 50% поднял стоимость услуга, а тут на 12% снизились отчисления. Ситуация неизменна к проявлению креатива, креатива и креатива, либо делать конфетку из ничего, или за счет высокого уровня изображений добиваться расширенных продаж, которые будут держать на плаву и давать хороший доход. Вопрос интересен, кто же следующий в понижении ставок. У меня на этом все, всем спасибо за внимание, здоровья, благополучия, доходов, несмотря на все, хороших продаж. Пока.